здравствуйте дорогие друзья мы вновь с вами встречаемся на канале kw и у нас эпическое прохождение мода русь 2 таталвоз затму таракань это мод нам и дивал 2 у нас 12 серия и те кто смотрел предыдущую серию помнят что значительный успех был достигнут на военном поприще здесь вот взят город алании магас когда-то это была одна из исторических столиц алании алания наш бывший союзник объявила войну тьму таракани и мстислав выдвинулся сюда чтобы нанести ответный удар взятие магаса позволило серьезно нам обогатить нашу казну вот 15 481 серебряный дирхем это то что у нас в казне есть в магасе сразу же надо починить стены крепостные ну и теперь подумать как нам вложить правильно деньги относительно денег я провел такой небольшой анализ по выписывал себе данные за предыдущие ходы посмотрел как рос наш доход вот хотел бы вас так порадовать самой информации здесь у нас есть такая вы знаете кто мы девал играет и в моды на него табличка доходы расходы которая позволяет нам говорить о доходности бюджета росте всего у нас компания начиналась тысяча пятнадцатом году сейчас тысяча сорок девятый то есть прошло так получается у нас порядка ну почти 35 лет вот если посмотреть на вот эту цифру ожидаемые итоги здесь на 30 тысяч составляет это нам вместе с 15 тысячами награбленными в магасе то есть чистого дохода где-то тысяч пятнадцать шестнадцать то есть валовый наш весь продукт с наших владений когда наша компания начиналась вот эта цифра составляла четыре тысячи семьсот сорок три серебряных монеты но есть таким образом доход у нас вырос пять раз города у нас было три на старте а сейчас по моему девять то есть всего их стало в три раза больше то есть такой прирост ощутимый вот сельское хозяйство сейчас 1160 а было на старте 238 серебряных торговля было сто семьдесят четыре а сейчас четыре тысячи сто четырнадцать налоги сейчас 6959 то есть грубо говоря 7 штук а были 1790 то есть прирост такой больше чем в три раза тоже ну казна правителя понятное дело неизменно армия у нас где-то две с половиной тысячи составляла в содержании сейчас выросла до 6300 то есть она выросла качественно выросла количественно ну теперь вопрос что делать дальше нам на прошлое видео пришел дельный комментарий от моего подписчика военно с ником военачальник большое спасибо ему он обратил внимание на то что нашей столице развитие населения прекратилось вот оно не растет и в кутаисе раз деньги есть давайте этот вопрос попробуем решить здесь мы я так думаю налог пока снижать кутаисе не будем а вот источник можем здесь поставить он по моему на процентном добавить численность населения до столице я так анализировал пока денежки есть мы все вооборот я не знаю стоит ли вкладывать такого желания у меня большого нет пока просто налог здесь снизим а стоит ли что-то строить дорога была бы неплохо наш 14000 стоит видите сколько дает 400 серебряный в доход но смысла пока нет другие здания я смотрел перед записью серии они не дают никакого прироста населения дают только доход я пока раскачивать это не хочу хочу сделать постройки в других городах почему именно здесь я дорогостоящие постройки не строю пусть нам нужна сейчас будет 2 армия для карнак катая потому что здесь не кислые наемники он стрельцы младшей дружины идут то есть нам надо оставить армию вот здесь а другую подготовить для атаки вот сюда что мы для этого будем делать здесь я думаю что в магасе мы вот этих всех ребята ставим надо здесь закрепиться а через хоть через два посмотрев куда выдвинется вот этот аланский стек возможно разгромив его выдвинуться дальше можно будет на восток попробовать овладеть фустом хотя вы видите что он под осадой находится осада кстати это может быть сарирская через вот этот проход что кто другой здесь может появиться даже не знаю но посмотрим если у алан фуст отберут тогда может быть похода на восток не будет а если не отберут то можно будет попробовать продвинуться через фуст вот сюда на каменный детей нет джулат и вообще в принципе аланом нанести максимальный ущерб этим стеком во главе с князем и таким образом прикрываясь кавказскими горами с юга из севера с аркелом захватить вот эти северокавказские степи но получится или нет это мы посмотрим чуть попозже стоит ли здесь что-то строить во первых вот эту штучку построим даст прирост населения нанять я здесь хочу шпиона давайте на нем вот именно такой персонал торговца у нас многих поубивали и теперь поскольку деньги появились хочу попробовать убийцу или нет пока подождем с убийцей шпион пускай здесь будет убийца дороговат 900 и 400 в содержании принцесса наша здесь так здесь постройка идет давайте посмотрим что мы здесь можем заказать здесь нам тоже надо гнать на численность населения поэтому бани строим раз мешок а тоже надо гнать дальше на численность давайте здесь тоже бани чтобы город развился дальше ну в суде и прирост идет я думаю что все в порядке будет дальше пока раскачивать не хочу нам надо теперь подготовиться к войне вот здесь на юге меня смущает положение кутаиси я боюсь что кто-то рано или поздно на него сагрится потому я хочу здесь укрепить гарнизон давайте здесь закажем иландскую пехоту если что отсюда и куда-нибудь направим потом если все здесь будет в порядке но тревожно как-то мне за вот эти вот владения я думаю что здесь одной иландской пехоты мало надо вот хотя бы чтобы здесь пол стека сидела чтобы мы могли как-то отбиваться в этой крепости теперь вот здесь у нас есть генерал советник ярослав княжич вот здесь у нас есть хазарская кодница мы сейчас ее к нему отправим чтобы он ее переобучил вот он этих ребят переобучает нанимает косошских копейщиков да что косошских лучников еще нанять давайте вот этих вот ребяток здесь нанимаем надо прикрыться здесь тоже на юге кого-то да нанять и нанять здесь ребят вот этих вот которых я нанимаю в тьму таракань их придется на следующий ход вывести через керчь дальше вот сюда я думаю от этих вот киевлян надо будет отгонять поэтому здесь надо еще войска какие-то аккумулировать для того чтобы всех отсюда вывести мы наймем здесь ребят один вот этот нанятый отряд предпросим тьму таракань что здесь кто-то сидел а здесь вот на всякий случай для того чтобы понимать вообще что вот эти вот таланы могут нам сделать пока это абсолютно непонятно и здесь нам надо бы укрепиться как-то давайте вот так вот сделаем вот и один отрядец переобучим мы при защите думаю годские воины будут более интересны чем копейщики вот еще от них наймем потому что колья у них у всех есть чтобы конницу сдержать а там разберемся и так друзья здесь мы разобрались и тут наш дипломат ходит его задача разузнать географию местных владений земель мы их не знаем и заодно может быть с кем-то помириться или с киевлянами или с мутераканцами хотел сказать черниговцами черниговцы здесь стана если вполне возможно что мы к ним сможем зайти на огонек а тут еще он есть печенеги денежка у нас небольшая осталось давайте вот здесь вот переобучим ребят саркеле а так понимаю у них тогда опыт добавится какой-то именно ну и вот что вроде бы как все здесь можно кого-то переобучить вот так и что у нас по доходу 4712 но если эти деньги нам выпадут я думаю что мы будем шоколаде если это так и произойдет судей может быть кто-то нанят никто у нас уже дирхемов не хватает а купца не мешало бы нанять так пускай на шпион пробежится вот здесь разведать ситуацию вот киевские городище тунка тай поблизости есть в этом направлении интересно как вот туда вот границы идут я когда-то за киевлян заходил посмотреть я помню что здесь городами не густо по-моему здесь у ткани вы где то есть деревенька на старте если смотреть а дальше неизвестно то есть вот это вот вся степь она возможно такая без особых поселений это нам отчасти на руку потому что киевлянам долго тянуть войска по вот этой степной зоне большие больших контингентов много платить за содержание поэтому для нас это хорошо это может сдерживать их движение ну и вот этих вот ребят пока запрячем сюда ну и будем сдавать ход смотреть за тем что противник будет вытворять вот пошли оландские дипломаты перемещаются но для нас более важно куда пойдет вот тут вот именно вот он этот стек его маневры в районе никопсии пока непонятные вот печенеги идут под саркел саркел все манит от всех кочевников но пока благо крепость еще могла смогла устоять посмотрим будет ли и дальше так же вести в танаисе я смотрю гарнизон черниговцев по моему ослаб наших противников но нам пока туда идти некем да и неизвестно если смысл стоит ли трогать ага вот по-моему да киевляне осаждают карнак кота и он друзьям произошло то что то что должно было произойти эти ребята пришли нам давать по голове обижать мутаракан мутараканские владения грабить и теперь сейчас надо будет думать вообще что с этими ребятками делать так а это что значит поражение неизбежно клёво византийская империя если вы вынашуете великие планы по захвату всего мира пора притворить их жизнь другая держава в шаге от мирового господства ага это насколько я понимаю то есть византийцы могут скорости выполнить условия кампании если они их выполнят тогда соответственно бы нам будет техническое поражение засчитано по моему это слишком круто мы пока еще так вот не потерпев поражение серьезных на поле боя можем слить кампанию получается а что это вот мы вот византия ну это в принципе видно было по всей статистике военный рейтинг сельскохозяйственные мы умудрились их опередить потому что мы много строили а территориальный вот они начинали где-то с 30 я так понимаю поселений и вот дочухали аж сюда то есть нам надо 20 областей захватить а какой у них рубеж наверное где-то в районе сороковника то есть я так понимаю друзья если они вот доходят до вот этого рубежа выполняют таким образом условия кампании то есть нам засчитывается техническое поражение а вообще нюанс неприятный ну а надо думать вообще как это вот разруливать все а что еще здесь осада поселения магас это вообще весело так это вот аланы ходят и вот аланы эти друзья осадили магас а здесь если вы посмотрите тут желтая граница это все очень похоже на то что тут да фуст взят аланская столица и взяли его похоже сарирцы то есть у аланов здесь ничего нет вот здесь везде идут сарирские границы давайте дальше мы пройти не можем здесь показывать что джулат еще вроде бы как столица алан а вот тут фуст уже не у алан хорошо отправляем барышню назад тогда пусть она нам разведает тут обстановку теперь здесь видите опасное выдвижение грузин происходит прекрасно прекрасно ладно сейчас разберемся денег нам кстати дали меньше вы видели давали 1700 4700 а дали 3700 на 1000 меньше чем рассчитывали буиды и волжская булгария в союзе а полоск начал войну с пруссией но это все ребята далеки от нас публики куча нанялась и это хорошо куча всего построилась то есть у нас некая некие приросты должны пойти и да карнак катая сожден то есть тысячу нам срубили за счет вот этих всех нюансов всех осад а что с этими моим ребятами если мы выйдем к примеру да они отступают видите отступают на мост да на мосту их атаковать но самое главное что не осаждают на мосту их атаковать нерентабельно потому что их тут лучники могут перемачалить кучу наших ребят и самое главное что они у них теперь тут и владений нет поблизости так наш агент освободился вот сейчас агент наши перепроверит да вот пожалуйста это фуст это теперь царирцы здесь стоят и тут вот у них лучники всевозможные зарих геран крутые ребята мечники горные крутые копейщики по типу наших косожских а это я так понимаю по типу наших нашей оландской пехоты только наша она еще стреляющая это наш купец надо бы ему какой-то ресурс себе выбрать пенька тут у нас зверьё здесь аланы он застыли а давайте вот железо займём оба не железом не получается армия мятежников не доходим не они дошли служу королю уже в пути есть 528 что нам теперь покупцам дадут ну не знаю увеличилась или нет наверное да увеличилась вот здесь планируемая казна это хорошо ладно это всё ерунда самый главный нюанс это вот как поступать здесь вот здесь мы нанимали парня вот мы его переправляем назад в тьму таракань пускай сидит кого мы тут из наёмников можем нанять вот таких вот ребят огурли кангар ну давай здесь такая вот публика сидит давайте попробуем так вот проверочку сделать боем даже не боем а вот пускай наш шпион подойдёт мы посмотрим кто тут младшая дружина это наверное круто вот судя по показателям а их тут 12 человек сколько вот этих старшего ополчения непонятно стрельцы и вот это вот варяги мы варягов видели два тут отряда разные варягов и судя по содержанию и по статам они достаточно веселы могут быть варягов и не дадут варягов 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 и варягов на Ну, вот. Вы видите, нам дают равные шансы, то есть это из-за качества, причем вот этих вот ребят немного, мы их конницей можем повыносить, то есть, я так понимаю, это вот оценка от боеспособности вот этих вот варягов. Вот эти друзья должны нам на помощь прийти при случае, может быть, надо было именно в этот приступ, но уже поздно. Ну, что ж, идем на карту боя, там посмотрим, что у нас получится из этого. У нас численное превосходство, но качество, даже, по-моему, баланс немножко в направлении Киева переправляет. Вот, поэтому идем там, может быть, с кольями будем разбираться при помощи кольев. Итак, дорогие друзья, вот я расположился такой позиции, понаставил здесь кольев, как вы видите, лучников поставил в центре позиции, эту пехоту поставил, чтобы потом отвезти. И вот, мне бы очень хотелось выманить на колья вражеского генерала, убить его, то есть, бить им в моральный дух, если, опять же, они пойдут атаковать. Исходя из опыта предыдущих сражений, по логике, противник где-то вот там должен тусоваться. Мы его попробуем конницей выманить. Вот. Вот там наши ребята, которые в помощи. Так, но вопрос, а будут ли эти ребята вообще выманиваться, или они сейчас тут станут прекрасно? Охотный люд. Где тут варяжская дружина, хотелось бы посмотреть. Вот, охотный люд, варяжская дружина. В общем, варяжская дружина, зачинщики. Да те ребята, которые могут по логике выставлять колья заостренные. Так, вот наша помощь подошла. И тут самое главное, что есть вот тоже паренек такой, который может пострелять на расстоянии. Младшая дружина у противника уже легла частично, попав под наш обстрел. Противник там понаставил кольев. Да, младшая дружина ложится. То есть, вот эту сейчас конницу мы перебьем. Потом не мешало бы перебить охотный люд. Правда, сейчас уже могут пойти ребята на нас. Итак, друзья мои, прошу меня извинить. Меня очередной раз отвлекли. Вот, князюшка пошел. Уходим. Уходим. Киевский князь. Идет. Запретить сохранение дистанции. Где он остановился. Отвлекли меня от выполнения важной миссии нашей. Так. Отводим всю публику. Главную. С передовой позиции. Потому что нам вот эти вот все тваряги, которые тут. Абсолютно неинтересны. Нам очень интересно, чтобы конница с разбегу зашла на колья. Так. А где стали? Мамма миа. Рассказывал про то, что важно, чтобы конница зашла на колья. А сам тут проворонил самый главный момент. Ради чего я, собственно говоря, это все делал. В обход сюда же. Сюда. Так. Где они пошли? Вот. Варяжская дружина. Варяги копейщики. Отходим. Отходим. Что мы получаем? Мы получаем вот такой момент. Варяжскую дружину с ударом во фланг. Косовская знать вошла. Начинает их сминать и отходим. Где генерал? Генерал, генерал, генерал вражеский. Ближняя дружина поражения. Так. Опять отвлекли меня. Ну, мне везет в этом отношении. Только важная битва начинается. И тут же сразу же кому-то я становлюсь срочно нужен. Варяги копейщики. Ну-ка, давайте-ка мы этих ребят попробуем взять в оборот. Вот так. Варяжская дружина. Варяги копейщики все равно показывают победу в такой ситуации. Ну, их надо конницей мочить. Иначе толку, я так понимаю, никакого. Вот так обходим. Убили генерала вражеского. Прекрасно. Охотный лют у них идет. Вот здесь. Так. Косожская знать по-прежнему громит. Уходит этот парень. Нам надо бы его добить. И где здесь кто-то еще держится? Так. Добьют эту дружину или нет? Здесь нам надо бы... Нет. Вот этих ребят мы отводим. Где наш генерал? Вот он генерал. Сейчас генерал идет и наносит удар в тыл. Я думаю, что сейчас мы вот этих вот копейщиков тоже сомнем за счет чарджа. И... Вот. Есть. Теперь главное их изничтожить в процессе отступления. И не посадить генерала на колья. Да, пока все складывается в нашу пользу. Все шикарно. Так, 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 так. Князь куда? Отходит. Фух. 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 Чуть не посадил. Князя-то. А где еще вражеские войска? Нам надо определиться. Из наших никто уже с ними не сражается. Но надо не дать противнику идти. Варяги в разноцветных плащах пытаются... Свалить отсюда. Причем мы за них, скорее всего, неплохой выкуп можем получить. Бамма-мия! Вот где они у нас ходят. Они у нас наших хазар подперли. С тылом. Вот кого нам нужно бы... С кем нужно бы разобраться. Вернее. Так. Обходим. 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 И проходим через колья. Вот если мы идем с нашей стороны через колья, то оно вроде бы как и ничего. По одной причине. Но если мы не чарджуем... Здесь опять прихватили наших ребят. Варяги-копейщики. Ну вот можем вот этих ребят уже с чистой совестью добить. Зачинщики. Сейчас эти зачинщики еще по нам долбанут своими дротами или копьями, что у них там есть. Потрясены. Уходим. Расстреливаем их со всех сторон. Здесь заходим в тыл и наносим удар тоже тяжелой коннице. Там мы перемолотили тех, кого могли. Здесь убегали варяги-копейщики. И... Ну давайте-ка нашим генералам. А где мы? Мама моя родная! Мы через их колья прошли. Очень здорово. Они на наши колья не сели, а вот мы на их как раз и напоролись. Отходим. Отходим. Сейчас наш княжеч нанесет удар в тыл. Ну, смотрим. Ребята стоят, приготовились, потрясены. И... Раз. Два. Все. Бьются насмерть. Ну и сейчас, по-моему, мы так и решим их судьбу. Варяжской дружины. Продолжить. Догнать и уничтожить. Восславен Господа. Враг разбил. Да. Вот. Эта большая победа навсегда войдет в мир. Да. У них был качественный перевес. И могли нас и пошинковать. И в принципе, потери нанесли. Особенно конницу я здорово спровадил на колья. Но ничего. Выходим с битвы. Смотрим, будут ли они их выкупать. И что с ними делать дальше. Наемников много. Наверное, часть придется расформировать. Итак, друзья. Нам предлагают пленных оформить выкупом. Что эти ребята не делают, конечно же. Мы их перебили здесь. Так. Куча публики у нас остается здесь. С которой, по крайней мере, вот эту мы можем смело распустить наемников. Что делать вот с этими и вот с этими, мы подумаем чуть позднее. Ну и вот, дорогие друзья, здесь осада снята. Здесь ребята остаются. Здесь тоже надо решать, что делать дальше. И теперь, друзья, у нас остается важный стратегический вопрос. Как вообще компанию развивать дальше? То есть, вы видели, что пришло сообщение о том, что поражение близко. Поражение близко, то есть, Византия близка к тому, чтобы выполнить условия компании. Надо учитывать, что раз мы выбрали краткую компанию, и у нас меньше всего, что нам нужно, нам надо меньше условий выполнять. То, я так понимаю, фракциям противника аналогично. Надо меньше чего выполнять. А Византия здесь на первых, на самых порах является главной супердержавой. Поэтому, она и должна всех подминать. Даже там, несмотря на широкие границы, у нее мощная экономическая база. Ну и поэтому, если компания закончится техническим поражением, то вопрос, как будет ли интрига сохраняться. Поэтому, у меня вопрос к вам, как подписчикам. Насколько вам интересно продолжать там компанию дальше? Потому что мне она, к примеру, интересно по-прежнему. Или закругляться, к примеру. Или, к примеру, не обратить внимания, если будет техническое поражение, а воевать там дальше, пока мы не выполним наши условия компании. Там не захватим 20 провинций. Потому что здесь, в принципе, как бы, повоевать есть с кем, ради чего. Вы видите, противников много. И у нас компания, можно сказать, в самом разгаре. Хотя, конечно, если будет техническое поражение, возможно, как-то уже интрига немножко спадет. Ну, у меня, правда, есть в голове, так сейчас вот и третий вариант, но я о нем подумаю самостоятельно. Ну, тоже интригующий, рисковый. Ну, посмотрим. Вот. Ну, а вас я благодарю за внимание. Отсаду с Карнак Катая мы сняли. Это было главное действо сейчас. Ну, и освободились здесь, на востоке, в том плане, что наши границы сомкнулись с Ариром. То есть, МАГОС, тот же, ему вроде бы непосредственной угрозы нет. Вопрос того, как эти талантские стыки себя поведут. Да, и на этом мы серию будем заканчивать. Рад был с вами встрече, которая у нас состоялась. Комментируйте, ставьте лайки. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Давайте советы относительно стратегии. Какие у вас мысли есть относительно тех вопросов, которые я задал. Ну, и всего доброго. До скорых встреч на канале.